Сегодняшнее наше занятие посвящено рекламе одной книжки. Это заученные математические олимпиады, авторы Васильев, Бутенмахер, Раббат и Тору. Книжка, как видите, очень тоненькая, всего лишь 160 с небольшим страниц, не 170, и она содержательная. То есть, действительно, очень советую эти задачи читать, потому что, хотя фактически ни одна тема здесь не пройдена очень глубоко и серьезно, но зато намечено очень-очень много разных тем, крайне содержательных. Ее писал, ныне покойный Николай Борисович Васильев вместе с авторами, писали ее очень долго. Книжка сейчас, вот совсем недавно переиздана журналом Квант, так что очень-очень советую. Давайте я разберу сегодня несколько из ее задач, не очень важно каких, просто дам вам представление о том, что это действительно интересная содержательная книжка. Задача номер 2, 7, вторая глава, седьмая задача. Там угол величиной 19 градусов. Просто нарисовываю угол величиной 19 градусов. Задача, как при помощи циркуля и линейки построить угол величиной 1 градус. Ваше предложение. Сколько раз отложить? Действительно, идею, правильно вы сказали, надо поставить ножку циркуля сюда, замерить это расстояние и после этого идти откладывать. Вопрос, сколько раз надо отложить, чтобы все получилось? Сколько? 19. 19. А сколько будет 19 умножить на 19? 30, 30, 31. Вы абсолютно правы. Действительно, если мы 19 раз отложим, то получим 361, а это значит, что на самом деле мы получим вот так. 361. Отлично. Следующая задача. Взяли правильный двадцати угольник. Давайте я попытаюсь нарисовать. Правильный двадцати угольник. Это значит, что нужно отложить на 4 части. И потом каждую из этих частей надо разделить еще на 5 частей. Примерно вот так. Правильный двадцати угольник. Вопрос. Сколько замкнутых двадцати звенных ломных с вершинами в этих точках можно построить? Давайте я покажу вам пример одной такой ломки. Сдвигаюсь на три луги, еще на три, еще на три, еще на три. Так, так, так. Я надеюсь, что смысл уже понятен. Каждый раз я на одну и ту же величину сдвигаюсь, а вы узнаете. Между прочим, попал. Между прочим, попал замкнутая двадцати звенная ломаная. Где каждое звено, это три луги. Вопрос. Можно ли было сдвигаться не на три, а, например, на пять? Как считаете? Валять нельзя. Почему? Потому что на расстоянии между ними получается... Раз, два. Понимаете? Сколько бы точек пойдет? На четвертом шаге уже замкнемся. Нужно взять такое число, чтобы замкнуться на двадцатом шаге, а не на четвертой. Четыре. Что четыре? Сдвигать на четыре, вот сюда? На самом деле тоже не на четыре. Так вот, давайте подумаем. Значит, можно сдвигаться на три? Интересно, на один сдвигаться можно? Можно. То есть каждый раз соседка. Ну да. Получится очень просто, да? Получится сам этот двадцатиугольник. Значит, на один сдвигаться нужно. А на два? Да. Нет. Потому что на десятом шаге замкнешься. Кто-нибудь может сформулировать? Ну, двадцать, как разлагается это? Получается, двадцать это два на... Двадцать это дважды дважды пять. Значит, у нас сразу же мы отсекаем двойку. То есть двойку сразу же. Сразу же отсекаем пятерку. Да. А четверку? Четверку отсекаем, потому что там тоже получается... Потому что четверка тоже имеет общий делитель. Получается четверка. Пятерку мы уже отсекли. Да. Семерка будет сеть. Правильно. Шесть, тоже черное число, тоже нельзя. Значит, семь можно, и еще что можно? Ну, получается девятка. Девятка. Нам очень интересно, одиннадцать можно или нельзя? Или изменю формулировку. Одиннадцать нужно или нет? На самом деле, ребят, одиннадцать это то же самое, что минус девять. Понимаете? Если я отсчитаю сюда одиннадцать, то это то же самое, что в другом направлении я бы отсчитал девять. Поэтому, ну, уже никакая взбитая не нужна. Правильный ответ. Четыре ломаные. Хорошо. Так, следующая задача. Такая. Верно ли, что при любом натуральном n число n в кубе плюс 5n минус 1 простое? Как вы считаете, верно ли? Всегда оно простое или нет? Нет. Нет. Нет, если нет, то почему нет? Потому что нет формулы. Не слышу. Потому что нет формулы, тогда можно просто раздать формулы. Ну, что значит нет формулы? Ну, понимаете, вот, может быть, вот эта как раз анамин и есть. Взяли или придумали? То есть нет. То, что вам не показали еще? Нет, нет. Действительно есть такая теорема, что какой многочлен ни бери, обязательно среди его значений будут составные числа. Собственно, именно про это и задача. И кто знает, так легко это доказать. Не слышу. А что такое простое число? Простое. Это число, которое натуральное и имеет ровно два делителя. Единицу и... Ну, давайте подставим вместо n что-нибудь. Единицу подставим. Сколько будет 5? Сколько? 1 в кубе... Плюс 5 умножить на 1, минус 1, истинный 5. А теперь советую. Надо сделать, чтобы получилось значение, которое тоже будет делиться на 5, но оно будет больше 5. То есть здесь. Сможем или нет? Смотрите. Взять и вместо x написать 1 плюс 5. Так, рассказываю, сколько это будет. Это будет 6 в кубе. 36 умножить на 6, это 216. 216 плюс 30. 246 минус 1. Это сколько? 245. Оно будет кратно 5. Вопрос, почему я в этом был уверен еще до того, как посчитал. А, понятно. Потому что, если вас интересует делимость на 5, то вот эти пятерки можно отбросить. А когда их отбросишь, то получаешь вот это число. А оно на 5 делится. Очевидно? Хорошо. Следующая задача. Существует ли многочлен с целыми коэффициентами, который обладает следующими свойствами? Там есть два пункта. Один пункт такой. В нуле, в единице и в двойке Многочлен принимает значения 19, 85 и 1985. Это пункт А. И пункт Б. В единице принимает значение 19, а в числе 19 принимает значение 85. Повторяю вопрос. Можно ли придумать такой многочлен с целыми коэффициентами, целью, который в нуле равен 19, в единице 85, в двойке 1985. Это один пункт. Другой пункт, даже попроще. В единице равен 19, а в числе 19 равен 85. Хорошо. Вообще здесь надо знать теорему безума. Теорема безума. Нужна чуть-чуть другая формулировка. Теорема безума. Теорема в некоторых двух целых точках делится на разность переменных, на разность значений переменных, в которых берется этот самый накачал. Давайте я, во-первых, объясню, как применить эту теорему к нашему случаю. То есть, смотрите, 85 минус 19 должно делиться на 19 минус 1. 19 минус 1 это 18. 85 минус 19 это то же самое, что 75 минус 9, то есть 60 сколько? 60? 66. Конечно, 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 66. Так вот теперь вопрос. 66 делится на 18 или нет? Нет, потому что это число на 9 не делится, а это делится. Значит, как только мы докажем эту теорему, мы получим в пункте В ответ В. Доказать ее очень легко. Для этого достаточно вспомнить, что такое по определению многочленов. Ну, давайте я напишу это для многочлена, наверное, старом 5 степени, хотя, честное слово, абсолютно так же это пишется и для многочлена любой другой степени. Значит, господа, многочлен 5 степени выглядит вот таким вот образом. Давайте я вычислю разность f от В минус f от А. Для этого я должен сделать очень простую вещь. Я должен сюда везде написать вместо x в В. Дальше я должен везде написать вместо x в А и взять разность. Так давайте же это сделать. Так, я начну, но не буду полностью писать. Значит, итак, вплоть до c1 в А плюс c0. Здесь, здесь, правда, b. Вот, теперь здесь c5 в А в 5 плюс c4 в А в 4 плюс и так далее плюс c1 в А плюс c0. Так вот, смотрите, f от В минус f от А это c5 в А умножить на b в 5 минус А в 5 плюс b в 4. Нужно проверить, что каждая из скобок делится на b минус А. Для этого нужно знать формулу, скажем, что такое b квадрат минус А. Это b минус А умножить на b в 5 плюс А. Что такое b в кубе минус А в кубе? Это b минус А умножить на b квадрат плюс Аb плюс b квадрат. Ребят, мне кажется, что это вполне очевидная штука. Давайте я, конечно, напишу это для 4 и для 5 степени, но вообще уже могли бы догадаться. Значит, c в 4 минус А в 4, то есть b в 4 минус А в 4, это b минус А умножить на b в кубе плюс Аb квадрат плюс А квадрат b плюс А в кубе. Ну, любой, кто перемножит скобки, проверит, что это действительно так. Потому что когда на b умножаешь, все вот так воздвигается, когда на а умножаешь так, и читается, остается только первое и последнее. В общем, ребята, тут невозможно это объясняться, это нужно просто самому распределить скобки, проверить, и все получится. Таким образом, вот этот теорему мы доказали, естественно, для любого, не только для 4, 5, 4, 3, 2, для любого неправильное число, а эта соответствующая формула есть. Просто там количество водами становится все больше и больше и больше. А теперь давайте перейдем к пункту А. Его можно делать по-разному. Оказывается, что, когда вы проверите, вот, на предмет теории безу, там будет все нормально, оказывается, что многочлены есть, и проще всего решить эту задачу при помощи так называемой интерполяционной формулы Ньютона. А именно, наш многочлен Fx, давайте будем искать в следующем образе. Плюс, смотрите, в нуле значение должно равняться 19, поэтому так и напишем, 19, плюс, сколько-то раз x-1, плюс, сколько-то раз x, плюс, сколько-то раз x умножить на x-1, вот так. Давайте сейчас запишем, что нам нужно. Значит, F от нуля, F от нуля, это 19, потому что, когда сюда вместо x подставляешь 0, то автоматически получается 19. Значит, первое условие мы уже выполнили просто тем, что написали формулу. F от 1 должно равняться 85, а по этой формулы, вот эта исчезает, здесь у нас получается 19 плюс А. Значит, мы с вами без проблем находим число А. А это 66. Теперь смотрим F от двойки. Теперь смотрим F от двойки. Это должна быть 1985. Итак, что это такое? Это 19. А это 66, а мы вместо x подставляем двойку. 66 умножить на 2, это 132. Теперь сюда вместо x подставляем двойку. 2 умножить на 1, это будет 2. Поэтому получается плюс 2B. Очень хорошо. Вычитаем 19, получается 1966. 1966 минус 132. Это 1834, это 2B, значит B 917. Вот мы с вами и нашли многочмен. 19 плюс 66х плюс 917 умножить на x и умножить на x минус 1. Какую вы ввели верхнюю формулу, там где x и x на эти методы? Эту? Да. Я, смотрите, ведь в задаче меня просят найти какой-нибудь многочленный. Меня спрашивают, существует ли такой многочленный. Я, строго говоря, в качестве решения задачи мог бы просто написать одну эту строчку. Понимаете, когда вас спрашивают, существует ли слон, то один способ это принести тучу энциклопедий, там, не знаю, фильмов, да? Другой способ просто взять, сбегать в зоопарк и попросить этого слона и физически его привезти, да? Вот, когда задача на доказательство существования, то вы просто показываете пример, и все. Объект является доказательством своего существования. Понимаете, это в судах есть такая смешная штука, как судебный процесс о признании гражданина живым, да? И бывает, что человек подает заявление в суд, прошу признать меня живым, и получает там отказ или перенос в разбирательстве дела, и так далее, и так далее, и так далее, да? Как бы в юридической науке там все бывает. Математика, она в этом смысле гораздо более светлая наука, тут никаких таких ужасов с приветом не бывает. И уж если вам показали объект, то в математике нельзя сомневаться в том, что вот он сам пришел. Понятно? Почему он ее взял в таком виде, чтобы мне было быстрее считать? То есть, каждое следующее значение быстро помогает ей найти очередной коэффициент. Разумеется, я мог, как в школе принято, написать так. Многочлен запишем в виде АХ квадрат плюс БХ плюс С, получим систему уравнений на А, Б, С и так далее. И у меня тоже бы все получилось. Просто система уравнений была бы чуть-чуть сложнее. Понятно? Значит, в чем идея многочленов Ньютона? В том, что если вам... Давайте я напишу не с числами 0,1,2, а с произвольными числами. Представьте себе, у вас есть какое-то число А нулевое, А первое, А второе и так далее. А в кадре и в этих точках какие-то значения, скажем, Ф нулевое, Ф первое и так далее, Ф кадре. И задача сформулирована следующим образом. Придумать многочлен, который обладает следующим свойством. Что этот многочлен в точке А нулевое принимает значение Ф нулевое, в точке А первое он равен Ф первое, в точке Акаде он принимает значение Ф кадре. Понятно? Так вот, разумеется, можно делать так, как, что-то знаете, учат в школе. Записать многочлен в виде, там, сколько-то х в кадре плюс сколько-то х в кадре минус первое и так далее, и так далее, в случае свободного члена. Получить систему уравнений, она будет довольно невразумительного вида. И, безусловно, она решится, если не ошибетесь, то вы найдете единственное ее решение. Но, можно сделать так, как учит нас вот эта вот интерполяционная формула Ньютона. А именно, многочлен записать, смотрите, в каком виде. Давайте посмотрим. Значит, многочлен Ф от Х искать вот в таком виде. Ф нулевое. Мы сразу пишем это число, просто потому, что в точке А нулевое вот таков. Плюс, какой-то коэффициент умножить на Х минус А нулевое. Плюс, какой-то другой коэффициент умножить на Х минус А нулевое, Х минус А первое. Плюс, и так далее, и так далее, и так далее. И, наконец, в конце будет Х минус А нулевое, Х минус А первое, и так далее. Х минус А, К минус первое. Обратите, пожалуйста, внимание, кстати, любой многочлен записывается так Если вы еще прибавите сюда произведение таких скобок х-а нулевое, х-а первое и так далее, х-а Значит, смотрите, в чем идея Когда вы в этот длинный многочлен вместо х подставляете а нулевое То у вас каждый раз такая скобка зануляется И в результате получается нужное вам значение f нулевое Если вы вместо х подставляете а первое То вот эти скобки все тоже замуляются И от многочлена остаются на самом деле только первые слогайки, первые два Значит, вот этот коэффициент вы сразу находите Смысл поняли? Вычислили вы его, получили какое-то конкретное число Я не знаю, какое-то реальное конкретное число После этого подставляете а второе Здесь уже будут у вас известные числа Здесь будет какое-то ненулевое число И вы сумеете найти коэффициент этот Смысл поняли? И, кстати, чем замечательнее будет этот последний? Тем, что он во всех точках А0, А1 и так далее Обращается в ноль Поэтому какой коэффициент здесь не ставь На значение в наших точках Это никак не повлияет То есть, например, если у нас нужно, чтобы многочлен был в степени меньше или равной k То тогда, поскольку здесь уже у нас есть ката и степень Тогда здесь просто нужно ноль поставить, кажется, и не писать Ну, не знаю, поняли? Ребята, вот эта задача Это типичная для книжки «Заучные олимпиады» Смотрите, сформулирована она для конкретных чисел Так что школьник может решить для конкретных чисел и порадоваться А с другой стороны, в решении там написано Ну, более-менее то, что я вам сейчас сказал Там чуть меньше, но почти столько Поэтому, если человек действительно интересуется То он может увидеть, как задача, казалось бы, частная Связана с интересными математическими явлениями Между прочим, давайте я чуть-чуть еще продолжу эту тему И скажу, в каком виде представим любой многочлен Который во всех точках целых принимает только целые значения Поднимите руку, кто это знает Отлично, значит, вы знаете сейчас Повторяю задачу Никто не поднял руку Задача такая Общий вид Многочленов Которые При целых значениях Х Принимают Целые значения Вы, конечно, можете мне сказать Что многочлен с целыми коэффициентами Ответ Ответ Ничего подобного А именно Вот такой вот многочлен При всех целых Х Целых Потому что если х четное То вот это делится на 2 Если х не четное То это делится на 2 Коэффициентами его не целое А все значения целые Так вот Если вы Внимательно посмотрите На То, что я вам сейчас рассказывал О интерполяции Ньютона Об интерполяционной формуле То вы поймете Что ответ совершенно замечательный Сейчас пишу общую форму Оказывается Надо написать Любое целое число Дальше надо написать С любым целым коэффициентом Х Дальше надо написать С любым целым коэффициентом Вот такую штуку Дальше надо написать Вот такое Интересно Уже догадались Или еще нет Ой, не надо Не надо Так Что я дальше напишу Х Дальше Х-1 Дальше И наконец И на что вы делите На 24 На 24, конечно Господа Общая формула Очень простая Есть такое понятие Убывающая степень Давайте Я Расскажу Что это такое Это Произведение Н-множителей Которые Начинаются С х И каждый Следующий На единицу Меньшим Так вот Оказывается Что Ответ у нас Такой Это А на любое Плюс А первое Умножить На х Первую Убывающую степень Это то же самое Что и х Плюс С целым Кроэффициентом Идет Вторая Убывающая степень Третья Убывающая степень И так далее И вот Все Эти Кроэффициенты Должны Быть Целыми Числами Так вот Я Собственно Уже Сегодня Доказал Что Любой Многочлен Однозначно Представим В таком Виде И Сейчас Нужно Доказать Просто Про Целочисленность Для Этого Нужно Доказать Две Вещи Во Первых Что Любое Число Такого Вида Является Целым Это Можно Делать По-разному Проще Всего Это Делается Комбинаторно Для тех Кто знает Что такое Число Сочетание Дело В том Что Вот Это Число Сочетание Из Х По-2 Это Число Сочетание Из Х По-3 И так Далее А Число Сочетание Это Естественно Целые Числа Если Угодно Это Можно Сделать По индукции Дело В том Что В нуле Вот Этот Нагазатель Равен Нулю А Если Вас Интересует Разность Его Значений В двух Соседних Точках То Ее Очень Даже Легко Найти Давайте Я это Сейчас Сделаю Значит Смотрите Вместе Х Подставляем Х Плюс Один Это Будет Так Х Плюс Один Множить На Х Пмножить На Х Плюс Один Разделить На Ш Все Согласны Что Я Правильно Вместе Х Подставляю Х Плюс Один Отлично А теперь Вычитаю Самое Число Х Умножить На Х Минус Один Умножить На Х Минус Два Давайте Посмотрим Что Это Такое На самом деле Вот Это Очевидно Выносится Получается Х Умножить На Х Минус Один Разделить На Ш Что Остается Разность Числа Х Плюс Один И Числа Х Минус Два Значит Минус Х И Плюс Два Очень Хорошо Один Плюс Два Это Три Тройка Сокращается Х Тоже Умножается Значит Получается Х Умножить На Х Минус Один Пополам Вы Знаете Что Это Чело Целое Поэтому Получается Что Разность Любых Двух Значений Этого Многочлена Целая Ну Кстати Для Общего Горьбова Там Ровно Такой же Эффект То Разность В соседних Точках Вот Этого Многочлена Этого Точности Вот Этого Получается Что Если Вы Про Этого Доказали Что Он Во Всех Точках Целый То И Этого Получается Замечательно Значит Мы Уже Доказали Что Они Во Всех Точках Целые А Теперь Давайте В Обратную сторону Наоборот Каким Образом Объяснить Что Если Вы Некоторые Многочлены Представим Вот В таком Вот Виде Почему Все Ашки Обязательно Будут Целыми Числями Это Очень Легко Если Берешь Вместо Х Подставляешь Ноль То Здесь Водникает Число А Нулевое А Все Остальное Исчезает Значит А Нулевое Должно Быть Целым Если Вместо Х Подставляешь После Этого Уже Знаешь Что А Нулевое Целое Единицу То Смотрите Что У нас Будет А Любое Переносится Получается Там Целое Число Когда Вместо Единицы Подставляешь Получается Один Получается А Один Целое Значит Все А Любое Реоберрия Уже Целое Теперь Подставляешь Двойку Смотрите Что Двойку Когда Подставляешь Два Умножить На Два Минус Двесть Получается Единица Значит Вместо Х Трое Три Умножить На Два Умножить На Один Опять Сокращается Получается Единица А Третья Целое И так Далее Просто По очереди Подставляем Натуральные Числа И Все Получается Следующая Задача Тоже Такая Абсолютная Классика Разложите Многочлен Х Восьмой Плюс Х В четвертой Плюс Один В произведение Трех Множителей Х Восьмой Плюс Х В четвертой Плюс Один Разложите Этот Многочлен В произведение Трех Многочленов Так Кто в школе Эту задачу Решал Подсказка У этой задачи Есть как Такое Мудренное Научное Решение Так И Решение Синего Класс На фон Разность квадрат На фон На три Хорошо На два Тоже Дело Если Вы на два Сумели То Скажите Давайте Как Через корень Нет Скажите В поле В поле Да Скажем Четырех Плюс Один Потом Плюс Х Квадрат У нас Скоп Плюс Четвертый Плюс Один И Минус Х Квадрат И Потом Паразис Квадрат Еще раз Разность Каких квадрат Получилось Ну Две скобочки Минус Четвертый Плюс Один Это Первая Скобочка Да Вторая Скобочка Разность Плюс Х Квадрат Нет Насчет Второй Скобки Это Секунду Стоп Дальше Мы Поверите А Здесь Мы сказали Правду Значит Господа Давайте Возведем Х Четвертый Плюс Один В Квадрат Получается Х Восьмой Плюс Два Х В четвертый Плюс Один С этим Все Согласны Так вот Вопрос Что же Надо Отнять От этого Выражения Чтобы Было Точное Реенство Х В четвертый А Х В четвертый Является Квадратом Чего? Х Квадрат Вот Ровно Это От вас Требовалось Давайте Продолжим Правность Разность Квадратов Это Будет Вот Что Х В четвертый Плюс Х Квадрат Плюс Один И Х В четвертый Минус Х Квадрат Плюс Один Теперь Очень простой Вопрос А нельзя Такой Прием Применить К Этому Многочлену Х Квадрат Квадрат И Минус Х Квадрат Что? Х Квадрат Плюс Один Молодец И Минус Х Квадрат А это Разность Как Записывается Х Квадрат Многочлены Деление Круга Давайте Я их быстро Выпишу И Вы Узнаете Это очень красиво Понятие Значит Первый Многочлен Деление Круга Это Х Минус Один Второй Многочлен Деление Круга Это Х Плюс Один И Смотрите Каким Свойством Обладают Эти два Многочлена Когда Х Умножаешь На М Деление Это Будет Х Минус Один Думножить На Х Плюс Один То Есть Х Квадрат Минус Один Вот А теперь Смотрите Какая Мечательная Деление Третий Многочлен Деление Круга Это Х Квадрат Плюс Х Плюс Один И Когда Умножаешь Первый На Треть То Получаешь Х Минус Один Умножить На Х Квадрат Плюс Х Квадрат Получаешь Х Квадрат Минус Один Наверное Вы потихонечку Начинаете Уже Понимать Четвертый Многочлен Деление Туда Должен Обладать Следующим Свойством Если Перемножишь Первый Второй И Четвертый Если Третье Многочлен Перемножишь То Должно Получиться Выражение Х Четвертый Минус Один Теперь Разбираемся Первый Многочлен Это Х Минус Один Второй Х Плюс Один Когда Их Перемножаешь Получаешь Х Квадрат Минус Один Чтобы Получить Х Четвертый Минус Один Мы Должны Разумеется Взять Многочлен Х Квадрат Плюс Один Пятый Многочлен Деления Друга Обладает Простым Свойством Что Их Произведение Первый Пятого Х Пятого Минус Один Значит Пятый Многочлен Деления Друга Это Х Четвертый Плюс Х Квадрат Плюс Х Квадрат Плюс Что Такое Шестой Многочлен Деления Круга Я Сейчас Быстро Пройдусь Не думайте Что я До бесконечности Буду Но Зато Вы Видите Это Очень Красивая Многочлен Деления Круга Шестой Многочлен Деления Круга Должно Обладать Что Произведение Первого Второго Третьего И шестого Многочлена Деления Круга Это Х В шестой Минус Один Для тех Кто знает Что такое Комплексные Числа Рисуешь Комплексную Плоскость На ней Отружность Единичного Радиуса Вот Эта Единица Это Корень Первого Многочлена Деления Минус Единица Это Корень Второго Вот Эти Две Точки Расположенные Под 120 Градусов Против Часовой Сделки И по Часовой Стрелке Это Корни Многочлена Деления Круга Третьей Степени А Вот Эти Вот Которые Я сейчас Показываю Это Корни Многочлена Деления Круга Шестой Степени Так Что Вместе Они Дают Все Шесть Точек Давайте Быстренько Смотрим Х Минус Один Х Плюс Один Третий Я уже Знаю Х Квадрат Плюс Х Плюс Один Что Что Шестой Нет Ничего Проще Произведение Вот Этих Двух Это Х Куб Минус Один Когда Х Шестой Минус Один Делишь На Х Куб Минус Один По Известной Формуле Развития Квадратов Получаешь Х Куб Плюс Один Когда Х Куб Плюс Один Делишь На Х Плюс Один Получаешь Ответ Х Квадрат Минус Х Плюс Единица Отлично Кстати Если просто Решить Квадратное Уравнение То Действительно Заметьте Мы здесь Первый Здесь Корень Единица Здесь Корень Минус Единица Приравниваем К нулю Получаем Такое Решение Минус Один Плюс Минус И Корней Из Трех Пополам Я говорю Для тех Кто знает Объясные Числа Здесь Получаешь Ответ Плюс Минус И Здесь Не буду Выписывать Хотя Тоже Можно Было Потому что Прочем Выписывать Несложно Вот Здесь Получаешь Ответ Один Плюс Минус И Корней Из Трех Пополам Так Теперь Вопрос Какой Я не буду писать Седьмой Степени Потому что Он Очень похож На Эт Просто Можем Менее Как же Нам С вами Разобраться С тем Многочленом Который Нам Сегодня Который Нам Дали В самом Начале Х Восьмой Плюс Х В четвертой И Плюс Один Как Это Связано С Многочленами Деления Крыма Х Восьмой Их В четвертой Плюс Один А вот Делители Есть Число Двенадцать Единица Двойка Тройка Четверка Шестерка И Наконец Само Число Двенадцать Давайте Соображаем Первый Второй Четвертый Это Собственно Есть Х В четвертой Минус Один Поэтому Должно Выполняться Равенство Х Восьмой Плюс Х В четвертой Плюс Один Это Произведение Третьего Шестого И Двенадцатого Многочленов Деления Круга Треть У меня Уже Выписан Шестой Тоже Ну И Двенадцатый Тоже Был Сегодня Уже Выписан Помните Да Это Х В четвертой Помните Да Плюс Х Квадрат Плюс Один Такой По-моему Минус Двенадцатый Нагащай Деление Круга Двенадцатый Нагащай Деление Круга Х Четвертый Минус Третьих Квадрат Плюс Один Вот Получается Что Это Многочлен Не случайно Был Двенадцатый А потому Что Авторы Книжки Хотели Показать Что Есть Такие Замечательные Многочлены Про них Между прочим Есть Моя Исеньерова Статья Где Очень Подробно Все Это Рассказано Не Это Более Интересные Более Сонержательные Вещи Которые Так Называются Многочлены Деления Круга Хорошо Нетрудно Указать Тройку Квадратов Целых Чисел Которые Образуют Арифметическую Прогрессию Один Двадцать Пять Сорок Девять Найдите Еще Три Такие Тройки Ну На самом деле Автор Арифметическую Немножко Лука Потому что Разумеется Три Тройки Это На компьютере Можно просто Поставить Программу Посчитать И бездумно Она найдет А интересно Им не это Им нужно Чтобы читать Эти книги Научился Находить И три И четыре И сколько угодно Нашел бы Какую форму Итак Числа Один Двадцать Пять Сорок Девять Образуют Арифметическую Прогрессию То есть Здесь разность Двадцать Четыре И здесь разность Тоже Двадцать Четыре Интересно Найти Общую Формулу Для Таких Чисел Понятно Чем Разговор Пишем Икс Квадрат Игрек Квадрат З Квадрат Икс Игрек Икс Должны Быть Натуральные Числа Чего Я хочу Чтобы Игрек Квадрат Минус Икс Квадрат Это разность Равнялась Б Величине З Квадрат Минус Игрек Квадрат Ну Если угодно Икс Квадрат Нужно Сюда Перенести Игрек Квадрат Сюда И Получить Такую Форму Два Игрек Квадрат Это Икс Квадрат Плюс З Квадрат А дальше Предлагается Очень простой Способ Взять и поделить Обе части На Игрек Квадрат Уравнение Приобретет Такой вид Икс Разделить На Игрек В квадрате Плюс З Разделить На Игрек В квадрате Равняется Двойка Надо Представить Число Два В виде Сумы Двух Квадратов Разумеется В этот момент Мы Обозначаем Икс Разделить На Игрек Икс Разделить На Игрек Тоже И говорим Что задача Несколько Простилась Раньше Были Три Неизвестные А теперь Стали Двух Задача Приобрела Такой вид А квадрат Плюс Б Квадрат Равняется Т Между прочим Знаменитая Задача Абифагорных Тройках Имеет Почти Такой же Вид Давайте Вспомним Что такое Теорема Пифагора Если у нас Есть треугольник Со стороны Икс Игрек З То Теорема Пифагора Значит так Икс Квадрат Плюс Игрек Квадрат Равняется З квадрат Делим На З квадрат Обе части И получаем Такое Равенство Икс Разделить На З В квадрате Плюс Игрек Разделить На З В квадрате Равняется Единице Заметьте Разница От Вот Этого Только Такая Что Здесь Написано Двойка А Здесь Написано Единица Так что Наверное Если Мы Научимся Решать Вот Эту Задачу Скорее Всего Мы Узнаем И наоборот Эта Задача Очень Похожая Так вот Квадрат Квадрат Абсолютный Классик Это Известно С Древних Времен То Точно Что Греческий Математик Диафант Уже Это Знал Он На самом деле Знал Гораздо Больше Но Уж Этот Он Знал Точно Давайте Мы Точно Знаем Проводим Такую Окружность Это Склошная Окружность Наши цель Найти Рациональные Точки На Этой Окружности То Есть Если У нас Есть Точка С Координатами Аб То Условие А квадрат Плюс Б Квадрат Равняется 2 В Точности Означает Что А в квадрате Плюс Б В квадрате Это Квадрат Вот Этого То Квадрат Числа В Вот Это Уравнение Равносильно Тому Что Надо Найти Все Точки С Рациональными Координатами На Такой Окружности Но Между Прочим Вот Это Уравнение Равносильно Тому Чтобы Найти Все Точки С Рациональными Координатами На Окружности Единичного Разница Невелика Я Сейчас Разумеется Сделаю Иду Идут Идут Вот Так Хорошо Пусть Так Немножко Поравнее Так Все Решение Повторяю Ось Чего Ординатами Да Кстати Если угодно Усяжется Мне это Абсолютно Не важно Мне На самом Деле Важна Как Любая Прямая Про Которую Я Все Знаю Хотите Я могу Какую-нибудь Наклонную Прямую Конкретную Посмотреть Мне это Не так Важно Но Давайте Нарисовал Эту точку Так Разумеется Если у меня Вот такая Прямая То Пересечения Не будет Но Я Без Подсказок Знаю Что Эта Точка Имеет Координаты 1 Согласны Вот Эту Точку Она Ускользает Из Вот Этой Системы Но Без Проблем Я могу Сказать Эту Координаты 1 Минус 1 И Обозначаю Координату Этой Точки Буквой К Обозначаю Координату Этой Точки Буквой К Давайте Покажу Вот Этот Отрезок Длины К И Я Сейчас Найду Формулу Которая Через К Выражает Числа А и В И Наоборот Формулу Которая Через Числа А и В Выражает К Выяснится Что Подставляя Вместо К Всевозможные Рациональные Числа Я Буду Получать Рациональные Точки И Наоборот Беря На окружности Любую Рациональную Точку Я Буду Получать Рациональное Значение Числа К Интересно Как Это Делать А вот Как Ребята Любую Прямую На плоскости Как Известно Можно Написать При помощи Уравнения Первой Степени Согласны? Это Всем известно Уравнение Прямой На плоскости Как Игрек Это Сколько Это Икс Плюс Сколько Это Формула Всем Известна? Что Прямая На плоскости Задает Уравнение Первой Степени Моя Прямая Проходит Через Две Точки Через Вот Эту Точку У которой Икс Равен Блю А Игрек Равен К И через Вот Эту У которой Икс Это Единица И Игрек Единица Поэтому Мы получаем Систему Двух Равнение Вместо Икс Подставляешь Ноль Получаешь Такую Систему Бэта Не система Уравнения Бэта Равно К Вместо Икс Подставляешь Единицу Получаешь Альфа Плюс Бэта Равняется Единице Господа А ведь Совсем Не сложно Решить Эту Систему Совсем Не сложно Это же Означает Что Прямая У меня Такая Значит Альфа Это 1-х А Бэта Это К Все Равнение Прямой Я Я научился Писать Через Немножко Нужна Доска Поэтому Давайте Я Это Уберу И Сейчас Должу Работу Значит Ребят Ребят Равнение Это У нас должно равняться двойке. Ну что, подставляем однако. Получается 1 минус... Заверзается. Получается х в квадрат плюс, в скобочках, 1 минус х на х плюс х в квадрате равняется двойке. Очень хорошо. Давайте полностью раскроем скупки. Получится х в квадрат плюс 1 минус х в квадрате х в квадрате плюс 2 умножить на 1 минус х умножить на х х плюс х в квадрате минус х 2 равно... Ну, прямо скажем, уравнение длинное, но квадратное. Это уравнение второй степени. Причем, это принципиально, мы знаем один из корней этого уравнения. Повторяю. Мы знаем, что если вместо х подставить единицу, то здесь у нас будет единица в квадрате, здесь у нас будет, смотрите, 1 минус х плюс х тоже единица, и это равенство будет выполнено. Значит, единица – это корень. Как известно, у квадратного уравнения всегда два корня. И выполняется теорема Виета. Помните, как она формулируется? Произведение корней – это... Ну, не совсем. Это отношение свободного к старшему. Согласны? Произведение корней квадратного трехчлена – это есть частное отделение свободного члена на старший. Значит, я получаю совершенно роскошную формулу. К в квадрате минус 2 разделить на 1 плюс 1 минус к в квадрате. Вот минус. А х квадрате еще надо? А? Х квадрате. Какой еще х квадрате? Мне нужен коэффициент старший. Не, на теорию Виета уже не знаете. Произведение корней. Вот, я нашел х. Разумеется, теперь надо найти еще и у. Но это также несложно. Это надо просто вот эту величину подставить сюда. Давайте я это сделаю. Значит, что такое... Это есть единица минус к, умноженная на к квадрат минус 2, деленная на единицу плюс 1 минус к в квадрате. И, по всему этому, еще прибавить к. Ну, конечно, наверное, лучше будет, если я немножко упрощу. Значит, знаменатель будет единица плюс 1 минус к в квадрате. А в числителе, так, сначала на единицу умножаю. Здесь будет к квадрат минус 2. Теперь на минус к умножаю. Минус к в кубе плюс 2к. Теперь пошли прибавлять к, умноженное на это. Значит, это будет плюс к. И к умножить на вот эту разность. Это будет к минус 2к в квадрате и плюс к в кубе. Между прочим, тут довольно многое поуничтожается. К в кубе, безусловно, уничтожится. Дальше, 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 дальше. Кстати, не так очень много. Здесь осталось 4к. Здесь у меня останется 4к. Ну, ничего не поделаешь. Значит, итак, минус к в квадрате плюс 4к и минус 2. деленное на единицу плюс 1 минус к в квадрате. Вы скажете, что получился какой-то достаточно уродливый ответ. Да? Ну, действительно, формула не очень симпатичная. Но! Это зато общий метод. И давайте я тебе пишу. Значит, окончательный ответ. х это к в квадрате минус 2 деленное на к в квадрате минус 2к плюс 2. у это вот так, где он тут? минус к в квадрате плюс 4к минус 2 деленное на к в квадрате минус 2к плюс 2к. Давайте проверим наше вычисление. Ну, во-первых, можно было просто взять и подставить этот квадрат, возвести, этот квадрат возвести, сложить и проверить, что будет 2к. но я проверил наше вычисление в другом. А именно, я вместо числа k подставлю какую-нибудь величину и посмотрю, собственно, какие выникают числа. Ну, предложение простое. Давайте я вместо k подставлюсь в другом. Так, k в квадрате будет 4, 4 минус 2 – это 2. Разделить на 4 минус 4 плюс 2. Ой! Это неинтересно, потому что выяснилось, что это та самая точка x и y равно единица. Трой. Так, 9 минус 2 – это 7. А в знаменателе? 9 минус 6 – это 3. 3 плюс 2 – это 5. Опять неинтересно, ребят. Потому что 7 пятых – это... Ну, давайте, кстати, для очистки совести посмотрю. Но уверен, что здесь сейчас вы увидите, что будет неинтересно. Минус 9 плюс 12 – это 3. 3 минус 1 – это 1. Получается 1 пятая. 7 пятых и 1 пятая – это то самое, про что у нас живут. Ну, хорошо, а я возьму в качестве k четвертого. В качестве числа k я возьму число 4. Тогда будет 16 минус 2 – это 14. А здесь будет, так, 4. 16 минус 8 – это 8. 8 плюс 2. У меня даже с четвертой опять получается. Нет, ну я ему дам, а. Так, четвертой подставляю считаю. Минус 16 плюс 16 минус 2. Бегу-пять. 1 на 2 – это 4. Вот-вот-вот, да. Опять получается та самая. Так. Знаете, я верю, что множество центральных чисел бесконечны. Поэтому я ему сейчас пятерку подставлю. Так. 25 минус 2 – это 23. От меня не убежишь. 25 минус 10. 15 плюс 2. 23, 17. Такого еще не было. минус 25 плюс 20. Это минус 5, минус 2. Это будет минус 7. Кстати, мне без разницы. Плюс или минус, все равно хватает. А знаменатель такой же. Отлично. 7,17. Ребята, это первое нетривиальное решение из тех, что мы с вами нашли. Давайте пишем 7 в квадрате 49. Дальше 17 в квадрате. Кто помнит? 289. Сколько? 289. 289. Отлично. 23 в квадрате. Смотрите, это 20 плюс 3. 20 в квадрате 400. 289. Сколько? 289. 529. Так, давайте проверять. Разница вот этих чисел 240. Когда из 529 вычитаешь 289, тоже получается 240. Отлично. Правда, в задаче просили найти три разных точки. Давайте я попытаюсь найти что-нибудь еще. Например, давайте я вместо числа k возьму какую-нибудь дробь. Для того, чтобы вы понимали, что в принципе не обязательно брать только целые числа. В качестве числа k разрешите мне взять дробь 3 вталь. смотрите, k в квадрате это будет 9 четвертых, 9 четвертых минус 2, это на самом деле 1 четвертая. Отлично. В знаменателе смотрим 9 четвертых минус 3 плюс 2. Проще говоря, 9 четвертых минус 1, это будет у нас 5 четвертых. Согласны? Получается дробь 1 пятая. Ой, боюсь, я опять наличу. Опять не получу ту самую точку, с которой мы это начинали уже. Ну ничего, посмотрим сюда. Минус 9 четвертых плюс 6 минус 2. 6 минус 2 это 4, минус 9 четвертых плюс 4. Да, это, к сожалению, у меня опять получается 7 четвертых, значит, та самая точка, что уже была. Ладно. Вы понимаете, из-за чего это так бывает? Ведь точка с вот этими координатами, помните, что это были за числа, да? Это была одна, какая-то, пятая и 7 пятых, помните, так? Вот, на самом деле же можно переставлять и можно любую координату брать с минусом. Поэтому это одна точка, по существу одна точка. Она изображается на окружности, естественно, нашу семью точками. Ну и, естественно, когда я беру не слишком большие k, получаются разные числа. Хорошо. Давайте я возьму в качестве k, не побоюсь, возьму 5 вторых. Так. 25 четвертых минус 2. 25 минус 8 это 17. Слушай, опять получается, что-то, что уже было. Почему вы все время берете в минусе 2? Так. Значит, господа, давайте так, все. На этом с этой задачей покончили, получу простую причину. Совершенно понятно, что без меня любой из вас способен взять вместо k что-нибудь подставить, посчитать, и вы те самые решения на это. В минусе можно любое брать? Конечно. В качестве числа k можно брать любое рациональное число. Понятно? Кстати, почему любое рациональное число можно брать в качестве числа k? А по очень простой причине. k выражаете через a и b. Я вот это не успел сказать, а между тем эта вещь важная. То есть смотрите, если у нас вот здесь вот точка с координатами 1, 1, а здесь где-то точка с координатами a, b, то смотрите, она же должна лежать вот на этой прямой. А что это означает? Что 1 минус k умножить на a плюс k равняется b. А из этого уравнения очень легко выразить k через a и b. То есть a и b выражаются через k вот там. Собственно говоря, это не x, y, это наши, вспомнили a и b, да? А наоборот, число k, оно выражается так. a плюс k умножить на 1 минус a равняется b. Значит, k это и есть b минус a разделить на 1 минус a. Понимаете? То есть, если в качестве a и b берешь рациональные числа, то число k получается рациональным. И наоборот, если вместо числа k берешь любое рациональное число, то точно так же получаешь рациональный ответ. Значит, говорят, что k это рациональный параметр. То есть, как только вы знаете k, то вы знаете a и b. И наоборот, если вы знаете a и b, то вот по этой формуле вы знаете число k. Значит, ребята, сейчас очень быстро давайте аналогичные вычисления я проведу для вот этой задачи, потому что это действительно очень важно. Вернее, сначала сфотологический опрос. Поднимите руки, кто это знает? Как искать все профабровые тройки? Ага, не знаете. Значит, это нужно рассказать. Формулы будут гораздо легче, гораздо понятнее. Я специально начал с сложного случая, чтобы сейчас вам было совсем просто. Значит, итак, сложный случай, он вот такой ужасный. Я его сейчас уже уничтожаю в разводку, да? Как страшный сон. И возвращаюсь к случаю простому. Значит, что же такое простой случай? Это окружность единичного радиуса. Единичного радиуса от нужности. Так, вот точка 1, вот здесь вот точка 1. Значит, посмотрите. Я беру сейчас в качестве точки, через которую буду проводить прямую, точку с координатами минус 1, 0. На окружности вверху в произвольную точку с координатами А, В. И вот эта прямая, кстати, она имеет в трагинометре специальное название. Кто-нибудь помнит? Правильно. Ось танкос. Почему? А потому что, если вот так вот провести, то здесь будет как раз танкенс числа. Согласны? Вот. Но это мне сейчас не так интересно. И, если честно, я мог взять и буду прямую. То есть, совершенно запросто мне взять такую прямую или такую. Это абсолютно не важно. А, кстати, а давайте-ка я возьму вот эту. Просто ради того, чтобы показать вам, что необязательно было брать эту. Убиваю вот этот отрезок, как обозначаю буквы К. Отлично. Все. Этот отрезок, как обозначаю буквы К. Тогда, если у меня вот этот угол будет Фи, то по определению танкенсом угла Фи называют число К. Сейчас, даже если кто не знает, что какой танкенс, знайте, что это просто определение. Отношение вот этого отрезка к единице, ну, а на единицу можно не выделить, называется танкенсом угла. Все. Так что про ось танкенс можно особенно забыть. Я решил там, вот он, отрезок лодника. Сейчас. Ровно так же, как в предыдущих случаях. Я напишу уравнение вот этой прямой. Все, сотворит ось. Нечего. Нечего брать именно ось танкенс. Надо экономить полумен. Нечего было уравнить нижнюю прямую. Смотрим на ось. Вот, господа. Я напишу сейчас уравнение перед этой прямой. И после этого посмотрю, в какой же точке она пересекает. Я напишу следующим образом. Значит, смотрите. Это, если, смотрите, если вместо х подставишь ноль, то будет к. Поэтому свободный член равен, разумеется, у нас числу к. Теперь вопрос. Какой угловой коэффициент у этой прямой? Угловой коэффициент в отношении вот этого, отрезка к этому. То есть угловой коэффициент это есть у нас число к. Вот он уравнение. К плюс кх. Для тех, кто ничего не понимает в угловых коэффициентах и в прямых, давайте я объясню попросту. Если в эту формулу вместо х подставляешь нинус единицу, то получаешь нинус. То есть вот эту самую точку. Если вместо х подставляешь ноль, то получаешь число к. Отлично. И, собственно, уравнение единичной окружности. Х квадрат плюс у квадрат равняется единице. Не проблема подставить одну угловую. К плюс кх. Заметьте, здесь вычисления попроще, чем были в случае с двойкой. Получится следующая штука. х квадрат умножить на к в квадрате плюс один плюс 2к в квадрате х плюс к в квадрате минус один равняется ноль. Теперь соображаем. Опять теория билетов. Произведение корней. А один корней это уравнение, как мы знаем, минус единица. Это произведение корней. Это есть к в квадрате минус один, деленное на к в квадрате плюс один. Значит, если один из корней это число а, а другой корень минус единица, то должно выполняться вот такое вот равенство. Минус единица умножить на а это к в квадрате минус один. Значит, я для числа а уже нашел абсолютно понятную форму. Это единица минус к в квадрате, деленная на единица плюс к в квадрате. Гораздо симпатичнее, чем было в случае с двойкой, но по сути то же самое. Тоже некоторая рациональная тропа. В числителе многочленов, в знаменателе многочленов от числа к. Теперь, что такое b? Это к плюс ка. Значит, надо числу к прибавить к минус к в кубе, разделить на один плюс к в квадрате. Ну, давайте смотреть. К умножить на нить, это к. Получается такой ответ. Два к разделить на один плюс к в квадрате. Мы получили формулу, которая выражает числа а и b через число к. И наоборот. У нас есть совершенно очевидная формула, которая выражает число к через числа а и b. Давайте я на всякий случай объясню. Если вот в эту формулу вместо х подставить а, то получаешь b это к плюс ка. Таким образом, для числа к у нас есть очень простая формула. b, деленное на 1 плюс а. Вот так вот выражается число к через а и b, а вот этими двумя формулами а и b выражаются через к. Вопрос. Как в школьной программе называются эти формулы? Дело в том, что очень много времени в школьной программе этим занимаются. Вовсе не полчаса, как мы с вами сегодня, а действительно очень долго. Просто это как-то по-другому называется. Никто не помнит? Понятно. Тогда давайте я буду постепенно давать вам подсказки. Надеюсь, что рано или поздно вы догадаетесь. Значит, ребята, скажите, пожалуйста, если у нас смотреть вот такой угол, скажите, пожалуйста, как его выражать через угол фи? Не слышу. Круче. Как выражается вот этот угол через этот? Два фи. Совершенно верно. Это надо было двоиться с самого начала. Два фи. Чем являются числа а и b для угла два фи? Итак, тангенс фи – это к. Что такое а для угла два фи? Сколько? Сторон. Что-что? Сторон. Ну, есть какое-то слово замечательное? Косинус. Синус и косинус. Синус и косинус, правильно. А – это что? Косинус. Косинус. Пишем. А – это косинус. А в, соответственно, синус. Двух фи. Так вот, разрешите мне, пожалуйста, записать наш три формы. А вы скажете, были они в школьной программе или нет. Значит, вот этот формы. Тангенс фи – это синус двух фи, деленный на единицу, плюс косинус двух фи. Была такая форма? Да. Была. Так, теперь величина а. Косинус двух фи. Это единица минус квадрат тангенса разделить на единица плюс квадрат тангенса. Была? А? Была. Отлично. И, наконец, последнее. Синус двух фи – это два тангенса фи делить на то же самое. На единицу плюс тангенс в квадрате. Это было? Так вот, ребята, в старших классах потратите. Потому что здесь много, ну, ребята, 8-го, 9-го, они здесь ничего не успели. Так вот, в старших классах потратите очень много времени на то, чтобы в конкретных тригонометрических уравнениях выполнять образованную постановку. И весь смысл этой школьной деятельности в том, что в школьной программе вот эта картинка считается слишком сложной, и поэтому ее не показывают. Но потратить пару лет на разучивание наизусть этих формул считается, что не проблема. Правда? В детское время же не жалко? Правильно? Правильно. Вот, картинка действительно очень важная. Главное, что она очень простая, и она полностью объясняет смысл вот этой вот универсальной терминетической подстановки. Ребята, тут есть очень много интересных задач, я абсолютно не в состоянии, естественно, рассказывать их все подряд. Дело не во времени. Нет, дело не во времени, а дело просто в том, что я хочу быть хоть сколько-нибудь разнообразным. Ну, давайте. Совсем простая штука. В прямоугольном треугольнике. А и В – это касты. С – гипотенуза. Докажите такое неравенство. С плюс H оказывается больше, чем А в – это касты. С – гипотенуза. H, опущенная на нее высота. Докажите, что C плюс H больше, чем… Как угодно. Ее можно по-разному делать. Хотя этой задачи и нет в книжке, но давайте-ка я вам дам, что называется, на ту же тему. Вот, господа, представьте себе, что в тот самый прямоугольный треугольник вписали два квадрата. Один квадрат вписали вот таким вот образом. Понимаете, так? В двух образом. А другой квадрат вписали вот так. Ну, я не знаю, как понятно это. Вот здесь вот Y, здесь тоже Y и Y. Задача. Пожалуйста, найдите величины X и Y через А, В, С, H. И сравните, что больше. X или Y. Это просто развитие той задачи. А, В, С, H это высота, опущенная на гипотенузу, А и В катеты. Требуется, чтобы доказать вот это неравенство, а во-вторых, надо разобраться, как же величин X и Y можно выразить через А, В, С. Площадь треугольника можно посчитать двумя способами. Один способ. Это А умножить на В и разделить на 2. А другой способ. Это С умножить на H и разделить на 2. Значит, величина H выражается, как А, В разделить на С. И наше неравенство записывается очень просто. Смотрите, С плюс А, В, деленное на С больше, чем А плюс В. Ну, секунду еще подумайте, все получится. Что, не понимаете? Просто получается А плюс В минус С меньше, чем С. Что, что? Да. Ну, на С надо умножить обе части. Получается А плюс А. Что у нас получается? А, В минус С. Получается С квадрат плюс А, В больше, чем А плюс В умножить на С. Согласны? Ну, еще секунду подумайте, все получится. Давайте переносим вот это левую часть. С в квадрате минус А, С, минус В, С плюс А, В. Надо доказать, что это больше нуля. Неужели вы не умеете вот это выражение предлагать на множители? Это произведение каких множителей? Что, что? Вносим В и вносим С. Ну и что получается? Давайте, я пишу вам две стопки, а вы мне скажете, что в этих стопках писать. С минус В. С минус А и С минус В, конечно. Так, а почему это произведение больше нуля? Потому что С больше А. И С больше В. Молодцы. Все-таки мы с этой задачей справились. Значит, господа, теперь, пожалуйста, вот это. Надо величину Х выразить через А, В, С. И величину Y тоже самое выразить через А, В, С, H. Это очень простые упражнения на подобие треугольников. Ребята, это правда ли такое? Посмотрите, пожалуйста, понимаете, на такой треугольник. Этот треугольник подобен всему большому, потому что он тоже прямоугольный, а у треугольников не общий. Значит, как можно записать подобие? Х относится к А, давайте напишем, Х относится к А. Это отношение вот этих вот вертикальных сторон. Так же, как вот это, а это интересно, что такое? В минус В. Это, конечно, В минус Х. Вы абсолютно правы. Так же, как В минус Х относится к чему? В. Относится к В. Между прочим, ребята, это легко переписать вот так вот. Х разделить на А плюс Х разделить на В равно единице. Умножим обе части на А, В. Получим, что Х умножить на В плюс А это А, В. И окончательно я пишу ответ. Х, это есть А, В, деленное на А плюс В. Очень понятный ответ. Теперь давайте посмотрим для вот этого второго. А здесь, скажете, подобен будет... Здесь нужен вот этот треугольник. Он подобен всему большому. Согласны? Да. Замечательно. Как... Ну, здесь высота уже, на самом деле. Здесь нужно провести высоту в большом треугольнике и посмотреть вот на что. Вот этот отрезочек, это на самом деле у нас H минус Y. Потому что H это вся высота, Y это вот этот отрезочек, это H минус Y. Относится к высоте, к H. Так же, как гипотенуза маленького относится к гипотенузе большого. Так же, как Y относится к С. Господа, я все понимаю. Я могу Y разделить на H, перемести. И получится такое равенство. Единица это Y деленное на С плюс Y деленное на H. Опять на CH все умножаю. Получается CH это Y умножить на H плюс С. Y это CH деленное на С плюс H. Я напомню, что такое Х. Это AB деленное на A плюс B. Обратите внимание, CH и AB это удвоенная площадь треугольника. Поэтому, на самом деле, числители здесь совпадают. А вот знаменатели, мы с вами доказали, что С плюс H больше, чем A плюс B. Поэтому Y меньше, чем X. Значит, вот этот квадрат обязательно по размеру меньше, чем этот. Ну, на самом деле, интуитивно, конечно, это и так было понятно. Но сейчас мы дали строгое доказательство этому факту. Хорошо. Следующая задача. Докажите для любых положительных чисел А и Б такое неравенство. 2 квадратных корня из А плюс 3 кубических корня из В не меньше, чем 5 корней пятой степени из АВ. Ну, конечно, это скорее некоторая шутка. Просто так числа подобраны. Вот если еще квадратный корень написать, так как его обычно не пишут, а именно корень второй степени, то будет вообще видно, что это скорее такая шутка, чем задача. 2 квадратных корня плюс 3 кубических корня больше или равно, чем 5 корней пятой степени из произведения чисел А и Б. Надо же просто положить. Давайте, давайте. Смотрите, задачу можно решать по-разному. Один из способов совершенно внутренней. Он состоит в том, чтобы взять и написать вот так вот. корень из А плюс корень из А плюс кубический корень из В плюс кубический корень из В разделить на 5. Это вам ничего не напоминает? Нет. Это среднее арифметическое. И дальше сказать, что среднее арифметическое любых пяти чисел не меньше, чем корень пятой степени из их произведения. А что такое произведение? Это корень из А умножить на корень из А умножить на корень кубический из В на корень кубический из В на корень кубический из В. Но произведение корня квадратного из А на корень квадратного это А. А корень кубический из В умноженный на себя вот так вот удаст, естественно, В. Поэтому это и получается корень пятой степени из А, В. На сегодня все, а книжку надо ставить.